В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я Павел Белявский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Сегодня в программе. Брест празднует свой 999 день рождения. Памятные мероприятия, торжественные церемонии и народные гуляния волной прокатились по областному центру. Первый экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста состоялся на текущей неделе. В центре внимания – развитие двусторонних отношений, подписание важных документов и предметный диалог. Одна из важных составляющей качественной медицины – оперативность повысится с открытием новой подстанции скорой медицинской помощи в городе над Богом к празднику ввели в строй важный социальный объект. Об этом и не только подробнее. Брест отмечает свой 999 день рождения. Только вдумайтесь, наш красивый, прогрессивный, вечно молодой, родной и любимый город над Богом живет и развивается уже почти тысячу лет. В его истории были разные периоды – и полного счастья, и страшной боли. И очень важно, что жители города не забывают ни о тех, ни о других. В преддверии и в день рождения Брещане и гости вспоминают героев, павших за свободу и независимость. Возлагают цветы и венки, но также проводят и торжественные мероприятия, как символ того, что жизнь продолжается. Июль – важный месяц для областного центра. 28 июля – годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие памяти – церемонии возложения цветов и венков. В крепости у Вечного огня и на площади свободы у памятника освобождения прошли и в 2018-м. Несмотря на годы и не самое крепкое здоровье в дружных рядах участников – ветераны Великой Отечественной войны. Настроение народа очень праздничное. Для нас этот день ценен то, что мы, ветераны войны, помним и начало войны, и конец войны. К исторической дате, по сложившейся традиции, примыкает не менее важный день города. Обычно это суббота – той недели, когда было 28 июля. В текущем году они совпали. А потому сразу после памятных стартовали праздничные мероприятия. На праздник, как и положено, имениннику Брест приглашает друзей. И друзья с удовольствием приезжают, дарят подарки, поздравляют и благодарят за теплый прием и хорошие отношения. В числе приглашенных представителей Белоруссии и зарубежья в Брест на день города приехали десятки делегаций из разных стран. Брест на день – это показатель теплых, настоящих отношений. Тесные международные связи налажены по многим направлениям – от экономики до культуры. И на таких мероприятиях, к слову, они укрепляются и развиваются. Мы к вам приезжаем как к самым близким и дорогим народу. Когда вы были у нас, вы могли бы ответить, как мы принимаем вас и каким желанием вас принимаем. Потому что вы для нас – это для нас. Я не сомневаюсь, что наши побратимские отношения – это не только декларации, не только красивые слова, а это и реальные экономические взаимоотношения. И сейчас для этого есть основания. Наши брещане выкупили весь чай Аджарии. Понимаете? Благодаря чему? Благодаря побратимским отношениям с Батуми. Понимаете? Наши брещане сейчас нашли хороших инвесторов в Прибалтике. Благодаря в том числе и нашему экономическому форуму. Таких слагаемых очень много. Поэтому это тоже одна из задач празднования. На праздник все съезжаются, а мы тут работаем. Церемония открытия праздника 999-го дня рождения города над Бугом состоялась на перекрестке улиц Гоголя и Советской возле памятника тысячелетию. С важной датой горожан поздравил председатель Брестского горысполкома Александр Рогачук. Сегодня прекрасное совпадение. Именно 74 года назад наш город был освобожден. Сегодня суббота. Сегодня замечательный городской праздник. Я хочу пожелать всем хороших ярких эмоций. Я хочу пожелать всем хорошего настроения. Ну и конечно, тай бог, хорошей погоды. Всех с праздником. Мы любим Брест. Лучше Бреста нету места. Концерт, открытие – только одно из большого перечня мероприятий, которые уже были и еще ждут Брещан. Задействовано максимальное количество площадок по всему городу. Я считаю, что 999 лет – это не менее красивая дата, чем 1000. Поэтому, так как получилось, что формат празднования практически уже такой юбилейный. Мы постарались максимальное количество площадок городских именно внести в эту программу празднования. Поэтому сегодня реально уже второй день гуляет весь город. Вчера было замечательное мероприятие на микрорайоне «Восток». Сегодня молодежное большое мероприятие на Грибном канале, на площади Ленина. Надеюсь, замечательный концерт. Поэтому главное, что есть настроение у Брещан. И думаю, что и погода будет нам помогать в этой ситуации. Особая атмосфера праздника – заслуга его организаторов. Но свой вклад в общее дело и ее создание вносят сами жители областного центра Брещины и его гости. Отличным настроением, позитивом и любовью к городу. Брещанам, хорошего настроения всегда, семейного благополучия. Чтобы все было мирно, тихо, спокойно, уютно, по-домашнему. Красивый город у нас замечательный. Чтобы это ценили. Чтобы ценили то, что у нас есть. Здесь мы, потому что мы приехали к вам из Нижнего Новгорода. Посмотреть не только на ваш праздник и не только на ваш Брест, но и на вашу страну. Мы в восторге. Процветание. Встретить не только тысячелетие, и двух тысячелетий, и трех тысячелетий. В мире и спокойствия. Скажи, желаем процветания, всем счастья и крепкого здоровья. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Продолжаем выпуск. Подарок к празднику. Ни для кого не секрет. Оперативность службы скорой медицинской помощи зависит не только от технического обеспечения и состояния транспортных средств, но и от расстояния, которое бригада врачей должна преодолеть на пути к больному. Еще 15-20 лет назад мощности для этого хватало. Интенсивность дорожного движения была в разы ниже. Вместе с тем, с появлением новых жилых микрорайонов на порядок выросло и число вызовов. Сегодня жители юго-западной части Бреста получили по-настоящему ценный подарок. Новую подстанцию скорой помощи на улице Суворова. Продолжит тему Ирина Альшова. Сегодня жители юго-западного района Бреста получили настоящий подарок. На улице Суворова торжественно открылась новая станция скорой медицинской помощи. Традиционную красную ленточку перерезали губернатор Брещины Анатолий Лис и помощник президента по Брестской области Василий Герасимов. Перспективы развития Бреста я вижу, прежде всего, продолжение жилищного строительства. Это важная проблема. И много у нас еще стоит на очереди нуждающихся, потому что город Брест – молодой город. Надо, чтобы он развивался. А вместе с ним развивалась инфраструктура. Второе, конечно, это привлечение инвестиций. Так как нам нужны новые предприятия, которые бы обеспечивали рабочие места. Это очень важно. Строительство новой подстанции скорой медицинской помощи в юго-западной части Бреста началось в октябре 2017-го. Ее возведение легло на плечи предприятия «Брестоблсельстрой». Объем финансирования составил порядка 6 миллионов рублей. Проектирование и строительство станции осуществлялось собственными силами подведомственных организаций объединения. Мы благодарны руководству области города заказанным доверия в строительстве объекта в рамках подготовки к празднованию тысячелетия города. За 10 месяцев на улице Суворова вырос современный административно-бытовой комплекс и надземный окапливаемый гараж-стоянка на 12 автомобилей. В здании обустроят стерилизационную, систему обезвреживания медицинских отходов и специальный блок для заправки кислородных баллонов. Предусмотрены удобные бытовые комнаты для персонала, конференц-зал. А еще экстренную помощь пациенты смогут получить, лично обратившись на подстанцию. Служба была обоснована еще в 1940 году, и мы всегда находились в подсобных помещениях. Впервые за столько лет построено достойное здание, я считаю, что для достойного персонала, потому что та работа, которая выполняется службой скорой медицинской помощи, она, как правило, не видна. Ее не видят. Мы бойцы невидимого фронта. Но эти люди выгорают на работе, потому что психологически это сложная работа. И психологически, и физически, и морально. Вот, наконец-то, созданы хорошие условия для этой работы. Результат появления на юго-западе новой подстанции в первую очередь заметят жители Заречного района. Теперь время прибытия бригады заметно сократится. Ранние кареты скорой помощи приезжали на вызов с улицы Пушкинской, теряя драгоценные минуты. Для населения города Бреста это большой плюс, что здесь построилась новая подстанция, то, что у нас появляются новые автомобили, новое оборудование. Большего требовать просто, мне кажется, мы в любом случае делаем свою работу. Ирина Решова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. В продолжении темы. Празднование 999-го дня рождения города – это не только торжественные события и народные гуляния. Экономический форум городов-побратимов и партнеров Бреста состоялся в областном центре на текущей неделе. Мероприятие подобного формата проводилось впервые, но это не помешало ему стать масштабным и продуктивным. Порядка 120 человек – зарубежных участников, делегации из почти полутора десятков стран, без малого 20 договоров, соглашений и контрактов. Сумма последних – более чем 2 миллиона долларов. Это только часть всего, чем была насыщена и жила экономическая инициатива. О впечатлениях гостей, ключевых событиях форума и планах на будущее его организаторов смотрите в следующем материале выпуска. Стартовал форум, рано утром успеть надо много, день расписан практически по минутам. На церемонии открытия к участникам с приветственным словом обратился председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук. Городоначальник отметил, у инициативы есть большие шансы закрепиться в списке популярных и полезных мероприятий, ведь никакие, даже самые передовые технологии не способны заменить живое человеческое общение. Реально город Брест богат своими побратимами. 33 города находятся с нами в той или иной форме юридического оформления побратимских отношений и практически со всеми эффективны хорошие личные отношения, обмен делегациями, культурные отношения. Поэтому родилась такая мысль наполнить экономической составляющей больше и наши побратимские связи. И вот этот форум родился в результате. Церемония открытия была отмечена важным событием – чествованием 50-тысячного туриста 2018 года. Им оказался бизнесмен из страны-соседки Польши. Очень понравилось то, что я сегодня получу. Я надеюсь, что это символичный наград за пиццу туристов, которые приехали к вам. Я, как раньше говорил, уже 25 лет работаю с фирмами биорусскими, есть у меня опыт. Я очень часто бываю на Белоруси, даже в моем любимом городе Брест. Очень понравилось. Для меня эта страна, природа, чистенько, нормальные люди, красота. Ну и развитие этого города и страны дальше. Мне очень понравилось. Я много уезжаю в разные страны мира. Но Белоруси для меня очень понравилось. Затем участники отправились на выставку товаров и услуг предприятий и организации региона. Это прекрасная возможность не на словах, а на деле ознакомиться с белорусской продукцией, а также завязать полезное знакомство, найти партнеров и клиентов. Мы, как представители страны, приезжаем сюда на протяжении 17 лет на такие особенные мероприятия, как сегодня. У нас много общего. Оба города с богатой историей, в обоих есть крепости. Туризм – важное для нас направление. Мы можем развивать его вместе. Удмуртия очень-очень любит Беларусь. Очень тепло относится к Республике Беларусь. И еще раз хочу поблагодарить руководство горосполкома Александра Испановича за такую авиационную сферу, очень теплую, очень приятную. И мы надеемся, что она даст хороший результат. Далее в программе презентации инвестиционной, деловой и культурной привлекательности Бреста, а также китайского города Баинь, украинского Ивано-Франковска, голландского Кувордена, российских Ижевска и Петрозаводска. Форум – отличная площадка для диалога. Не только областного центра Брещины со своими партнерами и побратимами, но и между ними. Это же не только отношения Бреста и побратимов. Даже наши побратимы входят между собой в определенные экономические отношения. И они нам благодарны, что именно Брестская земля стала этой площадкой, где они могут найти друг друга. Кульминационный момент – подписание ряда документов. Без малого два десятка соглашений, договоров и контрактов обязательно придадут новый импульс к деловым отношениям. Большинство документов уже имеют точечный, конкретный характер. Я почему-то не сомневаюсь, что этот форум приживется, потому что первый блин уже не пошел комом. Уже сейчас планируется подписание 18 соглашений. Из этих 18 соглашений больше половины уже имеют точечный характер. То есть Полесья Жилстрой создает совместное предприятие с Литовцами. Завод бытовой химии нашел себе партнера Российской Федерации. Наша шоколадная фабрика, которая тоже находится в сложном состоянии, нашла себе партнера в нашем городе Побратиме. Таких форматов очень-очень много и я почему-то думаю, что эффект будет. К слову, в ходе форума в список Побратимов города над Бугом были внесены очередные позитивные изменения. Теперь Побратимские отношения связывают белорусский Брест и китайский Баинь. Мы недавно приехали, но уже успели немного увидеть ваш город. Он небольшой, но очень красивый и чистый. Сегодня коммуникации между нашими городами не очень активны, но я надеюсь, что форум и соглашения дадут толчок для их развития. Заключительная часть инициативы экскурсии участники в соответствии с проявленным интересом были разделены на группы и посетили субъекты хозяйствования по четырем направлениям – промышленность, логистика, социальная сфера и строительство. Результативность первого форума впечатляет, но останавливаться на достигнутом организаторы не спешат. Выгодных контрактов, удачных партнеров, благодарных покупателей и клиентов, как известно, много не бывает. А значит, стоит ждать продолжения и развития инициативы в будущем юбилейном году. Анастасия Стропко, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ. Предприятие «Савушкин продукт» – лидер не только в производстве молока, но и в креативных идеях. Фестиваль «Облака молока» в третий раз пригласил горожан и гостей города Надбугом вместе отпраздновать день рождения любимого Бреста. Сердце молочного фестиваля – парк мира. За три года он стал любимым местом отдыха жителей микрорайона «Восток», а реконструированная зона отдыха превратилась в современное пространство с интересными объектами для детей и взрослых. Молочный праздник, в котором приняли участие тысячи брещан, стартовал в полдень на шести уникальных тематических пространствах и завершился ближе к полуночи великолепным праздничным фейерверком. В «Облаках молока» искупалась и наш корреспондент Ирина Алишова. Стопроцентная молочная облачность накрыла Брестский парк мира. Тысячи горожан собрал семейный фестиваль «Облака молока», который в третий раз проводит предприятие «Савушкин продукт» при поддержке Брестского горосполкома. Вкусный познавательно-развлекательный фест с конкурсами и призами стал отличным украшением и настоящей изюминкой праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Почувствовать себя в «Облаках молока» предлагали 11 фотозон и порядка трех десятков игровых площадок на любой вкус и возраст. Очень хорошая организация, очень нравится детям, погода радует, конечно. Нам нравится. Очень понравилось, особенно ребенку, девочке вообще в восторге. Она на таком первый раз. Очень довольна. Замечательно, что «Савушкин продукт» превратил парк мира в детский городок. Понравилось петь, рисовать мороженое за фишки и также фотографироваться. Очень. Да, мне тоже самое вот место. Тоже петь понравилось, музыка классная играет. Мороженое вкусное. Нам все нравится. Вообще «Савушкин продукт» очень хорошее производство. Дети очень сырки любят, йогурты. Как бы мы очень довольны. Праздник сегодня. Впечатления у нас очень хорошие, у детей наших тоже. Нам понравилось больше всего то, что, ну, как бы собирать фишки, за которые ты получаешь, ну, наклейки. И мороженое бесплатное. Еще что тебе понравилось? Еще мне понравилось. Ну, тут все понравилось. Аттракционы тут всякие, игры для детей. Официальным открытием праздника стали 4000 шаров, взлетевшие в небо Бреста. Каждый уголок обновленного и реконструированного парка мира задействовали под тематические площадки облака. Так территория Брест-Литовск окунула гостей феста в Средневековье через выступление уличного театра «Батлейка». А на площадке «Савушкин» предлагали подоить корову и узнать, как устроен молоковоз. Многолюдно было на площадках «Оптималь» и «Юбки дарит радость». Здесь участники праздника узнавали новое о здоровом питании и лакомились мороженым. На облаке «Теос» самым умным и внимательным предлагали поиграть в интеллектуальные игры. А для любителей «Вкусненького» работала зона фудкорта на 450 посадочных мест. Нравится то, что, во-первых, праздник подготовлен хорошо и очень много детворы, поэтому для маленьких наших горожан это очень, наверное, хорошее дело. Кроме этого, здесь все-таки ощущаешь молочные именно облака, понимаете, и по вкусу, и по тому, как оно все сделано. Очень здорово, что есть много аттракционов для деток, они могут развлечься. Концертные программы такие замечательные, поэтому, конечно, это именно праздник. Больше всего понравилось, что в этом году было еще больше детских площадок для детей. И мыльные пузыри, и много разных, и с бассейном. То есть организаторы с каждым годом стараются сделать так, чтобы больше детей посетило и получило огромное удовольствие от сегодняшнего праздника. Яркая точка в программе фестиваля «Облака молока» – введение в строй новой молодежной беседки, оригинальных скамеек с зоной Wi-Fi и трех новых объектов на детской игровой площадке. В открытии приняли участие глава Бреста Александр Рогачук и генеральный директор Савушкина продукта Александр Савчиц. Мне очень еще раз говорю радостно, что люди сюда ходят, люди отдыхают, ездят не только с Востока, но и со всего города приезжают, играются. И мы однозначно говорим, что мы будем расширять этот парк, в каком плане? Насвещать новыми арт-объектами. В следующем году мы вообще заказали дизайн этого парка, сделаем такой детский парк. Здесь есть два слагаемых. Первое – это мероприятие себя уже оправдало, и третий год, оно абсолютно становится рекордсменом по количеству участников. Второе – это пропаганда здорового питания, здорового образа жизни. И третье – это та планка, которую предприятие подняло с точки зрения подарка в городу. Это замечательный, хороший подарок всему восточному микрорайону. И другие предприятия уже начинают копировать этот замечательный опыт. И я бы очень хотел, чтобы по всему нашему городу были такие замечательные детские площадки. Поэтому это общая победа и замечательный подарок к дню нашего города. Новые объекты зоны отдыха – это очередной подарок горожанам от предприятия «Савушкин продукт» в рамках глобальной реконструкции парка мира. Брещане отмечают – зеленая зона преобразилась кардинально. Он был просто сквером, а сегодня он действительно парк благодаря «Савушкин продукту» городу тоже преобразился. Сделались новые аттракционы для детей, причем бесплатные, в которые можно прийти и в безопасность. То есть классно, супер. Праздник «Облака молока» уже третий год подряд бьет рекорды по посещаемости. Оно и понятно – креативные идеи «Савушкина», умноженные на высокое качество продукции, дают отличный результат. И горожанам остается только гадать, какую праздничную облачность подарит «Савушкин продукт» в год тысячелетия Бреста. Несомненно, одно – Брещан ждут новые приятные сюрпризы. К миру мир, всем пломбир! Облака молока! Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Букинформ». Вы смотрите итоги недели на Бук-ТВ. Продолжаем выпуск. Накануне в областном центре состоялась еще одна торжественная церемония введения в строй важного объекта. После реконструкции распахнул свои двери музей железнодорожной техники. Впрочем, работать он не переставал и во время ремонта. Но с текущей недели гостей своих готов принимать во всей красе. Подробности в следующем сюжете. Музей железнодорожной техники в городе над Буком появился в 2002 году. За период функционирования узнать больше из истории ЖД-транспорта, увидеть уникальные экспонаты, настоящие подвижные составы из прошлого смогли десятки тысяч человек. В прошлом году здесь началась масштабная стройка-реконструкция. Накануне состоялась торжественная церемония, посвященная введению в строй модернизированного объекта. От руководства города, от всех брещан, от гостей города огромное спасибо за такой замечательный подарок. К празднику города, который стартовал сегодня, я не сомневаюсь, что объект этот еще станет более популярным. Потому что в какой поисковик не забьешь достопримечательности города Бреста, всегда в пятерке лучших мест посещения есть музей железнодорожной техники. В быту музей паровозов. Важное изменение появления выставочного павильона. На площади в 130 квадратных метров расположены экспонаты, макеты и информационные стенды. Здесь можно познакомиться с историей развития железнодорожного сообщения. Те преобразования, которые были здесь, это, наверное, в какой-то степени поднятие уровня качества при поднесении информации. Использование тех возможностей, которые есть как город, как Брест, как и культурное, как и историческое место в нашей стране. Но и в целом это место, где будут воспитываться поколения железнодорожников. Серьезная работа была проведена и в части обновления самых главных экспонатов железнодорожной техники, что называется, в полную величину. Всего в музее представлено более полусотни экземпляров ЖД-транспорта. К слову, реконструкция была проведена в оптимально сжатые сроки. По времени, если, опять же, история, если брать историю города, тысячелетнюю, или историю белорусской железнодороги 155 лет, то та потребность, которая возникла по условиям для реконструкции нашего учреждения, от обсуждения до реализации меньше года. То есть, фактически, в прошлом году, в мае, в июне месяце, мы обсуждали эту тему. Ну и, конечно, возникали мысли, что к тысячелетию подарок приготовить. То есть, еще предполагалось год строить. Но все-таки мы приняли решение, что это должно быть очень быстро сделано. И тем более, что во время производства всех работ музей не прекратил работу ни на один день. Железнодорожный транспорт был и остается одним из самых востребованных, безопасных и надежных в мире. Миллионы людей делают выбор в пользу железной дороги ежедневно и остаются довольны. Благодаря постоянному повышению уровня профессионализма работников и апгрейду транспорта. И эти шаги вперед в повседневной суете может быть малозаметны, но, попадая в музей, понимаешь, процесс имеет постоянный характер. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Концертные площадки и развлекательные зоны в честь дня рождения Бреста разместились по всему городу. К примеру, фестиваль книги «Читающий бульвар» в очередной раз знакомил жителей города с историей Бреста. На праздники все присутствующие могли узнать о культуре 90-х и 2000-х, о предпочтениях людей того времени в выборе одежды, музыки и литературы. Площадкой для проведения мероприятия ежегодно становится Центральная городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина. На месте событий побывала и наш корреспондент Дарья Нищадим. Как говорил французский философ Рене Декарт, беседовать с писателями других веков – почти то же, что путешествовать. В путешествия во времена 90-х и 2000-х отправились и брещане. Традиционный фестиваль «Читающий бульвар» предоставил горожанам возможность узнать больше о культуре того времени. Так, в Центральной городской библиотеке имени Пушкина разместилось несколько площадок. Мы хотим рассказать о жизни Бреста в разные периоды. А жителям нашего города, наверное, такой праздник необходим, потому что это не только привлекает внимание к библиотекам, но и вообще к книге в принципе. В этом году к большой плеяди литераторов присоединились представители развивающих центров и студий. Поддержала проект и творческая интеллигенция. Каждый житель города Бреста и Белоруссии, потому что столь славной историей, как у города Бреста, нет ни одного больше города Белоруссии. Самые кардинальные события европейские, даже некоторые мировые истории происходили в городе Бресте. Мне вся Белоруссия нравится, но Брест – такой город, куда я бегу. Я вот сегодня только приехал из Москвы. У меня ноги сюда просто бежали, потому что здесь чисто, уютно, комфортно, красиво. Очень доброжелательные люди. В общем, Бероруссию, особенно в Брест, хочется приезжать постоянно. Наши детки участвуют с удовольствием всегда в такого рода мероприятиях. Вообще, это, конечно, прекрасно, что сегодня можно приобщить к культурному и взрослых, и деток. Наши детки в том числе рассказывают стихи сегодня на мероприятии, танцуют, участвуют активно. Поэтому мероприятие полезное и нам, и, конечно, гостям города и жителям нашим прийти и посмотреть. Но не только эти мероприятия радовали праздничный Брест. На центральном пляже представители ликероводочного завода «Белалка» организовали традиционный турнир по питанку. Необычные соревнования за годы проведения нашли в Бресте своих поклонников. Игра не требует специальной физической подготовки, долгих предварительных тренировок и больших затрат. И самое главное, возрастной ценз для игроков отсутствует. В этом году желание посоревноваться изъявили 15 команд. В результате соревнований третье место турнирной таблицы заняла команда «Вершина». На втором месте представители предприятия «Брест Газопарад». А победителями турнира стали сотрудники Брестского мясокомбината. В этом году с особым удовольствием хочу сказать, что в отличие от прошлых лет, по-настоящему больше появилось поклонников питанка в нашем городе. И когда вечером приезжаешь на площадку, то практически каждый день здесь играют люди. То есть эту французскую игру мы уже довольно капитально обелорусили. В это же время на улице Советской мероприятие проводило предприятие «Белпочта». Принять участие в необычной акции мог любой желающий, отправив послания своим близким и родным. На стендеру «Белпочта» у нас можно приобрести почтовые карточки с видами города Бреста и отправить родным и близким с поздравлением, либо оставить подарок нашей книге пожеланий и поздравлений, которая будет передана в музей города. Горожанам и гостям города очень нравится наша акция. Все очень активно принимают участие, подходят. Все, кто принимает участие, получают в подарок фирменный сувенир от Брестка филиала «Белпочта». По другую же сторону центральной улицы Бреста разместилась выставка автомобилей. Брестчан привлекли и электромобили, и макет автомобиля в натуральной величине, которые мастера собирали из конструктора «Лего». Мы там подписывали контракт на поставку и сервисное обслуживание электромобилей в городе Бресте. В связи с этим мы более масштабную выставку сегодня организовали, ну и ко дню города, здесь вот на одном из самых бойких мест. Сегодня они здесь показываются для наших гостей города, для жителей города, дабы ознакомить с будущим нашим уже достаточно близким о том, что мы скоро будем ездить уже на электромобилях. Дарья Ищадим, Павел Малышонок, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Уважаемые телезрители, брещане, редакция телекомпании Бук-ТВ присоединяется ко всем поздравлениям. Желаем мира, добра, тепла, благополучия и процветания родному городу и его жителям. С праздником! С 999-м днем рождения Брест! Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. Выпуск провел Павел Белявский. До свидания, до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин